Шевроле Авео Итальянский дизайн удался, а вот родословный не очень. Но как только корейский Део Каллас стал Шевроле Авео, продажи пошли. Ярослав Левашов, автокритик, эксперт по оценке автомобилей. На оценковке багажника, капота и дверей здесь сэкономили. Да и не только на этом. Тонкий металл или толстая фольга? Так говорят про авиомастера-жестянщики. Менять такое железо приходится даже после легкой аварии. Да, с таким железом застрявшую машину потолкнуть страшно, помнешь. А были повреждения? Красили? Да, пришлось поменять две левые двери, грузовик зацепил. Авео собирают не только в Корее, но и в Китае, и на Запорожском автозаводе в Украине. Здесь первая буква Вина – К. Это Корея. Какой объем? 1,4. А расход? По городу 8, на трассе 6. На Авио ставили несколько бензиновых двигателей. От откровенно слабого 1,2 до максимального 1,6. Со временем здесь начинает подтекать передний сальник распредвала и прокладка клапанной крышки. Здесь она уже начала потеть, но замены пока не требуют. После покупки автомобиля рекомендую заменить масло. Выбрать его теперь несложно. Мобил-1 предлагает линейку синтетических масел, предназначенную для автомобилей любого возраста, с любым пробегом. Машина выглядит вполне современно. Салон напоминает машины классом выше. Пластик жесткий, но дизайн на уровне. Разгон у Авио не впечатляет. От современной машины ожидаешь большего. А если включить кондиционер, про динамику можно просто забыть. У Авио примитивная и длинноходная подвеска. Это плюс на разбитых дорогах, но минус на скорости. Чаще всего владельцы Авио жалуются на скрип из-под днища. В этом виноваты резиновые сайлентблоки. Проверьте сальники полуосей. Здесь это слабое место. На этой машине они практически сухие. На этой машине текут передние амортизаторы. Их придется заменить. Салон Авио откровенно узкий. Локтями будут касаться не только двое сзади, но и водитель с передним пассажиром. Ну а пятый в этой машине точно лишний. На багажник Авио особо рассчитывать не приходится. Это и так видно. Мы загрузили чемодан и обогреватель. К сожалению, коляска не поместилась. Попробуем развернуться. Разворот на узких городских улицах для Авио не проблема. Пять движений. А вот парковаться на Авио надо осторожно. Иначе нижняя часть бампера и низкая защита картера сработают как парктроник. Мнения европейских и американских экспертов полностью разошлись. Пять американских баллов и европейская единица. Высокий риск травм при любых ударах. Устроим для Авио грязные испытания. Поехали! Зеркала и боковые стекла испачкались довольно сильно. Но не это самое страшное. До этой части метро-уроскекла дворник просто не доходит. В сочетании с широкой передней стойкой мертвая зона становится просто огромной. Станк скупить криминальный Авио ничтожен. А вот попасть на экспертизу в ГАИ запросто. Обязательно проверьте номер двигателя перед покупкой. Если его заранее не обработали антикором, он сгниет за несколько лет. Здесь номер двигателя уже практически исчез. Требуйте скидку и запасайтесь временем на экспертизу. Если вас не пугает экспертиза номера двигателя, и вы готовы купить этот автомобиль, то приготовьтесь еще и к замене передних амортизаторов. Это обойдется около 6 тысяч рублей. Да, о многом я и сама не знала. Ну, слабые места есть у всех машин, и не все проявляются. Но вот и ваши машины еще. Ого-го. Спасибо. До свидания.